Здравствуйте. На слайде заковыристое название, сложное, но речь идет о теме, с одной стороны, достаточно простой и примитивной, а с другой стороны, жизненной и довольно-таки насущной. Как преподаватели высшей школы и те, кто занимается научной и проектной работой, мы достаточно часто сталкиваемся с задачей проектирования документов большого объема, сложной структуры. В первую очередь, то, что меня самого в этой тематике интересовало, это, конечно же, отчет о НИРах, НИРах, НИОКрах, отчет об ОКР. Кто этим занимался, тот хорошо знает, что речь идет о документах большого размера, на сотни, а иногда на тысячи страниц, с сложными и негибкими требованиями к оформлению регламентированными ГОСТом. Среди прочего, ГОСТ определяет требования, что на все рисунки, списки источников, таблицы должны быть в тексте обязательно ссылки, согласованные друг с другом. И как еще один дополнительный неприятный фактор, это эти документы разрабатываются обычно не в одиночку, а большими иногда группами коллективов, которые нужно друг с другом согласовывать. Помимо, собственно, отчетов о НИР, которые в первую очередь меня самого интересовали, близкие проблемы, может быть, чуть меньшего масштаба, можно выделить в работах наших студентов при оформлении квалификационных работ, а также при работе нас как преподавателей с некоторыми документами, обеспечивающими учебный процесс, хотя с некоторыми оговорками на этот счет. На практике, возможно, в этой аудитории это не вполне очевидно, но до сих пор часто используется, несмотря на наличие большого количества автоматизации при оформлении документов и решении этих рутинных задач, часто до сих пор выполняется работа вручную, и это делает ее трудоемкой, а кроме того, это чревато ошибками, даже просто неприятно. С точки зрения инструментов, на текущий момент можно выделить три группы инструментов, для нас доступных. Это текстовые офисные процессоры, такие как Word, LibreOffice и им подобные, Latih, и облачные онлайн-редакторы на подобии Google Docs. По поводу облачных онлайн-редакторов, я их особенно здесь не рассматривал детально, но скажу по этому поводу несколько слов. С моей точки зрения, этот инструмент хороший, но достаточно узкий, поскольку задачи часто имеют высокую степень ответственности, а здесь мы оказываемся в зависимости от доступа в интернет, от поставщика соответствующих услуг. Кроме того, теряется контроль над документами и при работе с гостайной, с коммерческой тайной, с личными данными, все это может быть довольно проблематично, поэтому как основной инструмент, с моей точки зрения, это не очень пока подходит. Если же сравнивать между собой офисный процессор и Latih, я здесь мог бы все 15 минут потратить на то, чтобы ругать Microsoft Word в этом отношении, но более так тезисно выражу просто личную позицию, что с точки зрения автоматизации нумерации рисунков, таблиц, работы с библиографическими базами, Microsoft Word и вообще текстовый процессор имеют ряд проблем, что выражается по большому счету в том, что несмотря на наличие технического соответствующего инструментария в программах как таковых, он практически не используется в реальной жизни. Если в этой аудитории мы, может быть, еще и найдем людей, которые смогли это хорошо настроить, то в технической, допустим, сфере это скорее в порядке исключения является работоспособным. Дополнительные проблемы с версионированием, с устарением версий программных пакетов, поэтому работа в Word с документами больше 30-40 страниц, как правило, некомфортна. LATCH позволяет успешно решать те проблемы, которые я сейчас озвучил, но со своей стороны создает набор дополнительных проблем. Ключевых из них, с моей точки зрения, два. Это очень высокий порог вхождения для использования LATCH и слабая гибкость в создании финального документа, потому что преимущественно мы имеем формат PDF, а это не всегда устраивает заказчика документа, у которого может быть свое мнение на этот счет, и вы не сможете ему объяснить какая-то хорошая вещь в LATCH, как вы не будете пытаться. Глядя на вот эту таблицу, возникает естественное желание иметь какой-то промежуточный вариант, который бы сочетал в себе достоинства текстовых процессоров, которые позволяют более интуитивно редактировать документ в содержательном смысле, и с другой стороны иметь ряд преимуществ, которые у нас имеются в LATCH. И вот последние нескольких лет я пытаюсь для собственных нужд применять для этих целей разметку Markdown с последующим окончательным форматированием итогового документа уже для заказчика с помощью конвертера под ног. Ну, Markdown, я не думаю, что в этой аудитории нуждается в подробных представлениях. Просто ради порядка изложения озвучу, что это текстовый формат, используется PlainText, что в данном случае важно, что он достаточно популярен, и, по крайней мере, минимально необходимый базовый функционал для наполнения материалов в нем есть. То есть в нем есть возможность добавлять картинки, таблицы, по крайней мере, простые, работу с формулами, структурирование разделов и так далее. Важным преимуществом в данном случае является тот факт, что так же как LATCH Markdown является PlainText форматом. И за счет этого мы ряд преимуществ LATCH как раз переносим на этот подход. То есть система получается надежной, текстовый файл не может устареть, не может использовать, испортиться, стать нечитаемым. Он может обрабатываться при необходимости скриптами и утилитами. Для него можно применять более удобные средства для версионирования, такие как Git, или, например, для сравнения версий, такие как Div, с чем в работе с офисными процессорами, как правило, имеется ряд сложностей. Таким образом, в формулировке минимальной работа выглядит следующим образом. У нас есть исходные документы в формате Markdown, которыми мы редактируем тем или иным текстовым редактором. А для предоставления заказчику мы осуществляем преобразование с помощью Pandoc, который позволяет подцеплять таблицу стилей, в котором уже настроено оформление. И окончательное оформление итогового документа осуществляется в текстовом процессоре, опять-таки в том, которому удобно. Это может быть LibreOffice, это может быть Word, мой офис или любой другой. В таком виде, как показано на слайде, понятно, это не представляет никакого интереса, потому что не удовлетворяет требованиям, озвученным в самом начале. Но благодаря тому, что мы работаем с текстовым форматом, наиболее типовые проблемы, которые мы хотим автоматизировать и решить, мы можем это сделать с помощью пользовательских скриптов. В частности, организация внутренних ссылок в тех проектах, которыми я сейчас пользуюсь, организована по такому интуитивно понятному соглашению с метками, обозначенными парами восклицательных знаков, где каждая из групп используется либо для рисунков, либо для таблиц, либо каких-то других нужд, а скрипт уже осуществляет автоматизацию нумерации в итоговом документе. В практическом отношении это выглядит следующим образом. То есть сверху показано, как текст выглядит в редакторе при работе с ним. То есть мы просто аналогично латеху заполняем метки понятными нам знаками, а после обработки мы имеем уже нумерацию пригодную и соответствующую ГОСТу для итогового документа, который будет в дальнейшем отформатирован. Работа с формулами очень коротко. В данном случае ведется точно так же, как она ведется в латехе. С моей точки зрения даже немного более удобно. Два момента только говорю. Во-первых, формулы при работе в Markdown-редакторах, как правило, непосредственно отображаются и более удобны при чтении, чем в сыром латехе. После конвертации же мы имеем формулы в формате, который комфортно позволяет и читать, и редактировать, как LibreOffice Writer, так и Word. То есть все формулы редактируемые в итоге. Для работы с библиографией тоже используется отдельная группа меток. И с помощью скриптов можно автоматически формулировать. По таблице стилей в библиографии в формате биптех. С формированием, соответственно, ссылок. Значит, общее количество скриптов у меня больше. Я не буду останавливаться на всяких мелочах, потому что сейчас они формируются по принципу, мне что-то в работе нужно, я для себя просто дописываю соответствующий скрипт. А принцип работы с системой целиком проиллюстрирован вот этой схемой. То есть мы имеем уже теперь не один файл, а совокупность файлов Markdown, редактируемых в каком-нибудь текстовом редакторе, и файл ReferenceBip с библиографией, который готовит пользователь. Далее уже скрипты собирают это в единое целое. Происходит последовательная обработка пользовательскими скриптами. Pandoc преобразовывает это в документ формата .docx, который уже редактируется с помощью офисного текстового процессора начисто. Здесь представлен пример, как это выглядит. Могу только обратить внимание, что справа сделаны скриншоты с LibreOffice Writer. Они не редактировались. То есть после преобразования мы имеем документ уже с выставленными полями, отступами, номерами страниц и прочим. То есть окончательная редактура документа требуется достаточно небольшая. В результате применения данного подхода мы частично сохранили, понятно при некотором утрировании, основные преимущества LATCH. То есть вся проблема с нумерацией решается сходным образом, хотя, понятно, полного функционала LATCH здесь даже близко нет. Работа с библиографическими базами, работа с формулами, все в каком-то смысле аналогично работе с LATCH. Но при этом мы сохранили непосредственно визуализацию содержания документов. С точки зрения освоения Markdown это не та вещь, которая требует какого-то усилия для себя. И гибкость при создании итогового документа мы тоже имеем на уровне офисных процессоров, просто потому что мы можем экспортировать из них в тот формат, который нам требуется. Разумеется, есть ряд недостатков. Было бы нечестно про них ничего не сказать. Озвучу некоторые наиболее болезненные с моей точки зрения. Во-первых, это отсутствие Markdown-редакторов. Действительно по-настоящему хороших. Потому что редакторов много. В частности, можно пользоваться и многими IDE для этих целей. Но при достаточно длительном поиске, такого, который удовлетворял бы 100% моих потребностей, найти мне так и не удалось. Я в итоге остановился на редакторе MarkText. Есть такой, MIT-овская лицензия. Но к нему тоже есть ряд замечаний. Не критичных, но иногда довольно неприятных. Второе тоже существенное ограничение по сложности. Потому что, разумеется, Markdown примитивен. Те скрипты, которые используются, тоже достаточно примитивны. И поэтому ту гибкость, которую нам обеспечивают текстовые процессоры, ту гибкость и широту возможностей, которую используют LATCH, разумеется, здесь нет и быть не может. Если нужно что-то очень заковыристое, это сделать, скорее всего, будет либо невозможно, либо чрезмерно трудно. Наиболее ярко это, наверное, проявляется в редактировании таблиц, которые в этом подходе достаточно жесткими. Это ограничение. Потому что Markdown поддерживает только самые простейшие типы. Еще один недостаток — это необходимость чистовой правки итогового документа перед его сдачей заказчику. Причем проблема даже не в самой необходимости правки. Чистовая правка все равно всегда выполняется, в чем мы ее не выполняем. Сколько в том факте, что здесь иногда возникает ситуация необходимости двойного внесения изменений. В простейшем случае при окончательном вычетке мы находим в итоговом документе орфографическую ошибку. Если мы хотим ее исправить, мы вынуждены ее исправлять сразу в двух местах — в исходном документе и в преобразованном. Ну и некоторые такие более мелкие недостатки, о которых я говорил. Значит, скрипты, которые я сейчас сам использую в работе, опубликованы. Здесь на слайде приведены их зависимости. Здесь ничего не требует особых пояснений. Сборка организована средствами Make. Значит, основное — это стандартные утилиты, в основном присутствующие в репозиториях практически любого линия. Я думаю, что все. Владимир Александрович, спасибо большое за доклад. Прекрасный тайминг, хочу отметить. Пожалуйста, у нас на вопросы есть пять минут. Спасибо огромное за доклад. Вы прям решаете мою проблему. Я посмотрел уже скрипты, очень, в принципе, интересно. А не рассматривали ли вы другие форматы, кроме Markdown? Ведь есть еще ASCII Doctor и Restracted Text. Значит, смотрите. По поводу ASCII Doctor я с ним непосредственно не работал, но пытался про него немного читать. Одна из основных идей этого проекта — это сохранить предельно возможную простоту. То есть ASCII Doctor — это движение куда-то в сторону лотех. Мне же желательно иметь пакет, который сможет пользоваться человек без специального обучения, без специальной подготовки. Mark Text, честно говоря, мне его надо перед глазами. Я, возможно, не сталкивался, а, возможно, сталкивался, но забыл и затруднюсь прокомментировать. Можно еще вопросы? Какие редакторы вы говорите, что вам сложно было выбрать, и вы остановились на том, который вы назвали, но все равно он вас не повторяет. А у вас есть какой-то список редакторов, которые вы рассмотрели? Вот HostWriter, например, он сразу же… То, что вы печатаете на Markdown, он сразу же отображает генерацию, например, довольно удобный. Как он вот не подошел? По какой причине? Или может быть есть какие-то сравнения? HostWriter, честно говоря, именно этот, мне кажется, мне почему-то по какой-то причине не попадался. Я начинал с Tipora на самом деле, но она, как мы знаем, проприетарная, она потом стала платной. И когда вот этот катаклизм случился, как раз я ушел в поисках редакторов, рассматривая, по крайней мере, по таким спискам, вот а-ля 10 лучших редакторов, много штук, готовый перечень я не готов вам предоставить. Часто проблемы с, например, вставкой. То есть есть практическая необходимость, например, иметь возможность вставлять таблицы из каких-то офисных пакетов. И если эта таблица вставляется у вас в непонятно каком формате, это немножко не то, что вы хотите для комфортной работы. Бывают проблемы с отображением. Там отдельные есть нюансы, например, с подрисуночными подписями. Они в Markdown сделаны немножечко заколыристо. И проблема решается, но помимо проблемы с преобразованием, есть еще проблема с отображением этих самых подрисуночных подписей внутри самого текстового редактора. Так только сейчас могу ответить. Да, спасибо. Я коллегам хочу спасибо сказать, потому что они буквально два моих вопроса озвучили, которые я хотел задать. Но у меня есть еще вопрос. Ну, наверное, правильный комментарий такой про реструктуру текста я все-таки тоже добавлю. Посмотрите на него. Это классная штука, которая, ну, не то, что максимально близка к Markdown, но, похоже, она решает там ряд проблем, которые вы решали уже вручную. Ну, там да. И вопрос такой. Все-таки какие части текста приходится генерировать непосредственно в Markdown, когда собирается документ, который потом отспортируется в офисный формат. То есть, видимо, подписи. Видимо, там что-то еще. Ну, подписи к таблицам. Не совсем понял вопрос. Генерировать в каком смысле? Я имею в виду, что вот когда вы формулируете документ в Markdown, то есть то, что он, наверное, не умеет делать так, как это делает классный тех, когда там caption, да, caption к картинке, caption к таблице, автоматическая нумерация там, ну, у вас она по-видимому есть, но там вот это все еще и вставляется правильно, то есть вставляется вверху или снизу. Как вы это сейчас делаете с точки зрения типографии? Я понял. Ну, вот типографии. Две типовые задачи заголовки таблицы, подрисуночные подписи. Значит, что касается заголовков таблиц, в Markdown это работает из коробки, по синтаксису, показанному на слайде. Значит, с подрисунками ситуация немножко более неприятная, но я именно через свои скрипты сделаю так же. Поэтому пользователь при составлении просто пишет над таблицей, сам заголовок таблицы, и при преобразовании им назначаются соответствующие стили документа, они автоматически получаются форматированы. То есть в этой части ручная работа отсутствует. Вопрос следующий. Насколько я понял, вас в латехе не устроило то, что слишком сложное преобразование. Но если у вас пандок является ядром преобразования, какая разница вы ему латех точно так же можете дать? Или вам нужен был изначально простой язык именно верстки? Понимаете, меня-то в латехе устраивает вообще все. Если бы я говорил только о себе и для личного использования, ну, в соговорке проблемы с итоговым форматом, я бы прекрасно себя чувствовал внутри латеха, но реалии таковы, что мы широкого пользователя латеха не получим. То есть степень распространенности латеха, допустим, в инженерной среде, она очень и очень скромная, я вас уверяю. Поэтому, применяя административный ресурс, можно, конечно, заставить иногда. Я понял, спасибо. Все, коллеги, к сожалению, мы все пять минут использовали. Спасибо большое. Я так понимаю, что это тоже пример маркдауна, да, сама презентация? Правильно же, да? Это латех, биммер. Продолжение следует... Продолжение следует...